В эфире служба новостей Саров 24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Затаиться и потерпеть. Главный санитарный врач призвала саровчан к разобщению на майских праздниках. Делают и переделывают, как ведутся работы по устранению недостатков в парке имени Зернова. Чистота, залог здоровья. В Сарове прошел городской субботник. Далее расскажем обо всем подробно. Отметку в 100 тысяч случаев перевалило официальное число заболевших коронавирусом в России. Из них более 11 тысяч пациентов вылечились. 1073 погибли. При этом 108 человек умерли за последний день. Это антирекорд за все время эпидемии в стране. Количество вылечившихся за сутки также рекордное – 1830 человек. Более 7 тысяч новых случаев заболевания выявлено в стране за последний день. Это более чем на 500 случаев меньше, чем накануне. Но медики говорят, что еще рано рассуждать о снижении числа инфицированных. У большинства заболевших нет никаких симптомов. На дачу только с документами. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. В преддверии майских праздников усиливаются меры безопасности. Теперь ездить на дачные участки нижегородцам разрешено с документами о праве собственности. Количество перемещений за город и обратно ограничивается двумя поездками в неделю. Также власти сократили количество поездок в магазин или аптеку на личном автомобиле или такси. Теперь оформить заявку на данное действие можно не чаще раза в сутки. К родственникам, находящимся в режиме изоляции, тоже можно ездить лишь раз в сутки. Оформить заявку на поездку в организацию, которая не приостановила свою деятельность в период нерабочих дней, можно также не чаще двух раз в неделю. Прогулки, в том числе с детьми, разрешили на расстояние не более 300 метров от места проживания. Одиночные пробежки один раз в сутки по 60 минут. Несмотря на частичные послабления, ограничений расслабляться не стоит. Количество зараженных COVID-19 в регионе по-прежнему растет. По состоянию на 30 апреля выявлено 1944 заболевших. Не улучшается ситуация и в Сарове. Количество зараженных увеличилось до 55 человек. Трое из них выздоровели. 13 лечатся в стационарах, 12 в КБ-50, один в Приволжском медицинском центре. Перед большими выходными главный санитарный врач Сарову призвала соровчан оставаться дома, не собираться большими компаниями на природе. В конце апреля ситуация в городе соответствует предпоследней, третьей фазе эпидемического процесса, который называется ограниченное местное распространение COVID-19. Мы стоим, к сожалению, на опасной такой черте, когда мы можем перейти в четвертую, последнюю фазу, которая уже называется масштабным распространением, без прослеживания эпидемиологической связи случаев между собой. Когда эти связи переплетаются, когда человек мог заразиться уже в нескольких местах, когда невозможно локализовать эти очаги. И если мы к 6 числу увидим, что вот это распространение получило угрожающие цифры и значения, и мы перешли в следующую фазу, то, к сожалению, 6 числа нам придется объявить карантин на весь город. И вот тогда уже город полностью будет закрыт. Такие жесткие меры повлекут за собой смену режима работы всех учреждений и предприятий города. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, на майских праздниках оставайтесь дома. В условиях ограничительных мер на передвижение по городу и самоизоляции многие сталкиваются с трудностями. Люди старшего поколения чаще страдают от недостатка общения и возможности купить продукты. Другие вынуждены сидеть дома, потому что в период пандемии потеряли работу. А кому-то просто некомфортно от таких ограничений. Мы выяснили, какие неудобства самоизоляции испытывают сыровчане. Большинство опрошенных помощь не нужна. Консультация психолога необходима почти 30%. Помощь в поиске работы и доставку продуктов примут 15%. Рискуют остаться без помощи люди с хроническими заболеваниями. Все большее число больниц в нашей стране перепрофилируют под инфекционные стационары. Как рассказал глава Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям, Денис Беляков – регулярная поддерживающая терапия, от которой зависит самочувствие. И жизнь таких пациентов для многих теперь становится недосягаемой. По некоторым болезням промедление на 2-3 недели может быть опасным для жизни. С проблемами в получении медицинской помощи столкнулись и жители Сарова. Еще месяц назад больные онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом могли получить помощь не только в КБ номер 50. В одну из частных клиник нашего города приезжали специалисты из областных медицинских центров, Нижегородского НИИТО, клинических больниц, специализированного сосудистого центра Нижнего Новгорода и прочих. Но сейчас саровчане оказались лишены их помощи. В город пускают ограниченное количество врачей из столицы региона. Хотя есть указ президента страны, где четко и ясно сказано, что медицинские предприятия обязаны работать в время эпидемии. Вот, поэтому у меня в руках отказ от главы администрации города Саров, где он нам отказывает во въезде высококлассных специалистов, которые оказывают неотложную медицинскую помощь. При этом, со слов Виктора Мелешкина, пациенты, оказавшиеся без консультации лечащих врачей, обращаются с просьбами привезти медиков в город. В противном случае, не получив помощи здесь, саровчане будут вынуждены поехать к доктору в Нижний Новгород, где риск заболеть коронавирусной инфекцией возрастает в разы. В Сарове прием вести безопаснее. Клиника соблюдают все необходимые меры профилактики. Нижегородские врачи приезжают к нам, естественно, с согласованием Роспотребнадзора и Нижегородской области, и с нашим управлением федеральным медицинского агентства. Мы просчитываем, узнаем все контакты этого доктора. Если чтобы он не на работе и по семейным обстоятельствам не был контактным с коронавирусной инфекцией, эти врачи получают QR-коды от нашей организации. Поэтому автоматически эти коды всегда аннулируются, если человек становится контактным или карантинным. Изначально клиника подавала список на въезд 56 человек. Им отказали. Три недели никто не приезжал из Нижнего Новгорода. Сейчас разовые въезды разрешили части специалистов. При этом с тем, что консультации нижегородских медиков необходимы, согласны и сами областные врачи, которым разрешили въезд. Уделяя пристальное внимание контролю за распространением коронавируса и лечению больных COVID-19, нельзя забывать и о других больных, которые порой требуют безотлагательных медицинских консультаций. Есть также ряд заболеваний, которые задействованы, например, на диагностические мероприятия, связанные с фазами менструального цикла в гинекологическом аспекте. Есть заболевания, которые требуют динамического наблюдения, например, при заболеваниях щитовидной железы, которые требуют динамического наблюдения для корректировки и, скажем так, урегулирования процесса лечения со стороны, например, специалистов-эндокринологов. Если большинство пациентов могут сменить врача и попасть на УЗИЛЬ на консультацию к хирургу или гинекологу в нашей больнице, то есть ряд больных, которым необходимо постоянное наблюдение областного специалиста. Это группа детей, которые родились недоношенные. Они наблюдают, проводится скрининг каждые две недели, осмотр областного специалиста для выявления ретинопатии недоношенных, которая непосредственно ведет к слепоте пропущенная. Если не смотреть их здесь раз в две недели, они просто обязаны и вынуждены приезжать в Нижний Новгород. Сюда же относят пациентов с онкологией, ревматоидным артритом и другими заболеваниями. Владимир Путин призвал не забывать о других больных на фоне пандемии коронавируса. Люди должны получать всю необходимую помощь. Остается надеяться, что это распоряжение президента не перейдет в разряд пожеланий и не будет игнорироваться. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Нижегородская область присоединилась к проекту «Бессмертный полк онлайн». Чтобы стать участником акции, нужно загрузить на сайт polkrf.ru фотографию фронтовика и заполнить анкету. Также организаторы движения «Бессмертный полк» предлагают всем желающим в 19 часов 9 мая после всероссийской минуты молчания выйти на балконы с портретом своего семейного героя и исполнить песню «День Победы». Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Комитете Госдумы по бюджету и налогам предложили до конца этого года обнулить ставку НДС на детские товары. Об этом сообщает российская газета. С инициативой выступил член бюджетного комитета Евгений Федоров. Он предложил ввести новую меру поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Парламентарий напомнил, что в настоящее время к детской продукции, игрушкам, одежде, детскому питанию. В зависимости от категории применяется ставка НДС в размере от 10 до 20%. Более 200 руководителей «Росатома», в том числе глава госкорпорации Алексей Лихачев, перечислили свою месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба компании. Для справки, акция «Взаимопомощи. Мы вместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников. Во всех регионах России работают волонтеры, которые доставляют этим людям лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Сделать пожертвования, чтобы помочь тем, кто оказался в непростой ситуации, можно на портале мывместе2020.рф. В Нижегородской области продлили срок хранения писем и посылок. Как сообщили в региональном отделении Почты России, теперь все отправления будут ждать получателей не 30 дней, как раньше, а 60. Это сделано для того, чтобы даже в условиях самоизоляции все нижегородцы успели получить свою корреспонденцию. Исключение составляет только судебные и административные отправления. Их по-прежнему надо забрать в течение 7 дней. На Почте также добавили, что доставку посылок и мелких пакетов можно заказать на дом, чтобы не посещать отделение лично. Остался месяц. В парке имени Зернова подрядчик в рамках гарантийных обязательств проводит работы по устранению недостатков, допущенных в ходе реконструкции. Рабочие переделывают покрытие дорожек, благоустраивают газоны. На каком этапе находятся работы и успеет ли подрядная организация закончить срок. Об этом в следующем репортаже. В конце марта мы сняли репортаж о том, как парк пережил зиму и в каком виде предстал перед саровчанами после масштабной реконструкции. Спустя месяц мы снова здесь, чтобы своими глазами увидеть и показать вам, горожанам, а что же, собственно, изменилось. Изменения есть. Практически в каждом углу парка ведутся работы по благоустройству. Туда-сюда снуют бабкаты и рабочие. Без конца шумит техника. Завезли чернозем и сотрудники ДЭП распределяют его по территории. Сейчас некоторые участки парка напоминают не место отдыха, а скорее поле после битвы. Но видно, что рабочие доделывают не только то, что было не сделано в срок, но и переделывают то, что не выдержало испытаниями погодными условиями или было установлено с нарушениями технологии. Напомним, что подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен устранить недостатки до 1 июня. Для наглядности мы прошли с тем же путем, что и в марте, чтобы посмотреть на результат работы за месяц. Главный вход. Обратите внимание на плитку. В конце марта земля была еще мерзлая и все было на месте. Теперь грунт оттаял и плитка провалилась. Этот участок нужно ремонтировать. Зона каруселей для малышей. Здесь результат виден невооруженным глазом. На набережной мало что изменилось. Единственное привезли грунт для газонов. Дорожку, которая была сделана из того, что было и по которой было опасно ходить, мы нашли не сразу. Пришлось определять местоположение по деревьям и фонарям. Все потому, что ее полностью переделали. Из нового в парке появились вот такие столбы с белыми табличками. Это будущая система навигации. Но некоторые соровчане с низким уровнем культурного воспитания уже приложили к этому руку и сломали детали. Как, впрочем, периодически ломают беседки на набережной. Задачей системы видеонаблюдения – регистрировать различные нарушения на территории парка. Видеокамеры в парке зафиксировали уже несколько фактов вандализма. Что касается устранения недостатков, то пока судить успеет ли подрядчик сроку рано. Объем работы большой. Парк плохо перенес зиму. Но впереди еще месяц. Мы обязательно вернемся, чтобы проверить ход работ. Елена Грецко, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Саровчане вышли на городской субботник. Порядок на территории своих организаций наводили студенты, сотрудники силовых структур и муниципальные служащие. О том, как проходил субботник в период карантинных мер, расскажем в следующем репортаже. Вооружившись швабрами, метлами и граблями, сотрудники Центра поддержки предпринимательства отправились на субботник. Режим самоизоляции они не нарушили. Губернатор разрешил нижегородцам прогулки на расстояние до 300 метров от дома. Когда это все закончится, неизвестно, но все-таки нужно следить за порядком. И те сотрудники, кому сегодня разрешено работать, мы решили два часа времени посвятить уборке территории. Сотрудники Центра поддержки предпринимательства прибрали придворовую территорию, своего здания и небольшую площадку на Октябрьском проспекте. Справились за пару часов. За это время они собрали пять пакетов с мусором. Сплочает коллектив, немножко отвлекает от той ситуации тяжелой, напряженной, которая сейчас вышла, немножко размялись, подышали воздухом, потому что сейчас гулять все-таки нельзя. У нас очень строгие режимы, работа, дом, дома, работа, магазин. Девчонки с радостью вышли подышать воздухом. На городской субботник вышли сотрудники муниципальных учреждений, работники подведомственного социального блока, а также полицейские, спасатели, пожарные и студенты. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Картины великих художников из подручных средств. В условиях вынужденной изоляции в связи с коронавирусной инфекцией люди придумали новый флешмоб «Изоизоляция». В ход идут не краски и кисти, а дети, питомцы, мебель, мамина косметика, игрушки, содержимое шкафов и холодильников. Жители нашего города запустили свой флешмоб «Третьяковка в Сарове», который тут же был подхвачен любителями живописи, фотографии и других направлений искусства. Идея флешмоба возникла у саровчанки Светланы Львовой. Сначала она опробовала этот формат в семье. В проекте приняли участие дети. Для создания картины использовали подручные средства. Так, в картине Карла Брилова «Всадница» девочка стоит не на балконе, а за гладильной доской. Да это и не девочка вовсе. Нужна была маленькая девочка, а у нас есть только мальчики. Но всегда есть на что подкупить маленьких детей. То есть, нет, я им показываю, что вот смотри, вот такая картина. То есть, я им рассказываю историю. Им это, в принципе, тоже интересно. Картины для флешмоба выбирали по доступности интерпретации в домашних условиях. Делали фрагмент Рафаэля Сикстинской, Мадонны. Там, где два ангелочка, так как у меня близнецы маленькие. Вот пришел такой образ. По словам Светланы, делать это несложно. Так, процесс подготовки и съемки занимает у них 15-20 минут, из которых большая часть уходит на подбор одежды, нужных цветов. Сложности нет, было бы желание. Вот хочется именно какого-то креатива, потому что, чтобы достаточно бережно прикасаться к классике, скажем так, не оскорбить чувство искусствоведов. Проект очень быстро вышел за пределы семьи. Его подхватили подруги Светланы. От них она узнала, что есть флешмоб и зооизоляция. Так Анна Мартынова примерила на себя образ танцовщицы с картины французского художника Анри Тулуза Латрека и осталась довольна результатом. Ну, потому что это очень весело, во-первых. Во-вторых, это возможность вспомнить о своих прошлых путешествиях. Дама с шиньоном Пабло Пикассо, который он написал в начале 20 века, получила новую жизнь в образе Ольги Еременко. Такое приятное перевоплощение в образ, изображенный великим мастером. Присоединиться к флешмобу может каждый. Для этого нужно выбрать картину, перенести сюжет в домашние условия, повторив композицию и цветовое решение. Затем фото выложить в соцсети с хэштегами «Изоизоляция» и «Третья ковка в Сарове». Елена Грецкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Изоизоляция» и «Третья ковка в Сарове».